Мы сейчас входим в финальную стадию Сюгуна, осталось всего два эпизода, только что вышел восьмой. После смерти сына Тору Наги, Нага Када, настроение клана было крайне подавленным, и в этом эпизоде мы увидели. Может и казалось, что Тору Нага обречен угодить в пасть поражения, но выяснились долг, честь и тайные планы, и все, что было показано до этого, было совсем не таким, каким казалось. Этот эпизод был действительно хорошим, пусть в нем и не было действий, но разговоры, что в нем были, имели большое значение и намекали на все, что произойдет. Так давайте же окунемся в этот эпизод и обсудим все, что в нем показали. Вот объяснение концовки восьмого эпизода Сюгуна. Кстати, в этом видео будут спойлеры. План Тору Наги Что ж, думаю, многие из нас думали, что Тору Нага мог что-то придумать, однако никто, думаю, не ожидал такого масштаба. Его сложный план был хорошо продуман. Никто, кроме него, не знал о нем, доказывая, что ему можно доверять только одному, единственному другу. Хиро Мацу, наиболее верному другу, но и риску, который могло представлять узнавание шпионами и доклад Ишида до выполнения. Боевой дух солдат Тору Наги был крайне низким. Тору Нага оставался непреклонным в решении сдаться. Ишида, что в конечном итоге означало, что его последователи обязаны с ним идти в смертельный поход к Асаки, где им всем придется умереть вместе со своим господином по прибытии, что многие из них не желали делать. Они верили в борьбу за что-то, но Тору Нага хотел, чтобы они делали обратное, лежали и без боя сдавались. Ябусиги, Тодо Бунтаро и прочие не издевались над смертью Нага Када, считая ее бессмысленной, так как он умер, ударившись головой о камень. Адкаоми видел все иначе. По его мнению, Нага Када пал, сражаясь за свои убеждения и своего господина, несмотря на свою неудачу. Это было то, что он хотел сделать, а не умереть бессмысленной смертью от сдачи. К концу эпизода развернулась кульминация, когда вассалы Тору Наги встретились с ним и отказались подписать документ, который должен был быть отправлен в Асаку для сообщения Исида о людях, готовых капитулировать вместе с ним. Но Хироматсу отказался подписать его после разногласий. Именно в этот момент он открыто поставил под сомнение решение Тору Наги совершил сэпуку, заставив своего сына Тодо Бунтаро встать на его сторону. Это был мощный и значимый момент. Эмоции Хироматсу были невыразимы словами или тоном и также говорили о Тору Наги. Это были старые друзья, самые близкие Тору Нага был непоколебим в решении. Позволив другу умереть, это показывает, как он привержен сдаче. Он хотел, чтобы вассалы и шпионы Исиды верили, чтобы вассаки знали, что Тору Нага искренне сдается. Спор оказался планом Тору Наги. И Хироматсу выполнил свой долг, умерев за господина и став частью большего плана тот, кто должен был состояться. План, что ввел Исиду в заблуждение и заставил думать, что Тору Нага не будет атаковать Асаку, а пойдет туда без сложностей. Вот почему, несмотря на каменное лицо Тору Наги, когда Хироматсу умирал. После Сэппуку, когда голова наконец упала, можно было прочесть эмоции на лице Тору Нага и осознание, что его ближайший друг только что умер. Он потерял сына и верного товарища в короткий промежуток времени. Их жертвы казались ничем, но на самом деле были самыми ценными действиями. Тору Нага предсказал, что Джон Блэкторн обратится к Ябушиге с просьбой отплыть под его флагом. Тору Нага не был готов к бою, но Ябушиге сначала отказал. Лишь после смерти Хироматсу Ябушиге обратился к Блэкторну, и они стали союзниками, это Тору Нага предвидел. Это действительно показывает его ум. Это значит, что следующий шаг в плане Тору Наги – отправка Марика в Асаку может произойти. Мы не узнали, что именно она должна была сделать, но, как мне кажется, это одно из нескольких возможных событий. Марика Тодда была близка с леди Атиба Ноката. Как мы видели во флешбеках шестого эпизода, она могла быть отправлена туда, чтобы проникнуть в голову леди Атибы и заставить ее изменить мнение о том, с кем она в союзе. Мы узнали, что Тору Нага – не враг леди Атибы, а ее похороненный страх – страх за собственную безопасность и безопасность сына. Таким образом, учитывая, что Тору Нага верен бывшему Тайко и позаботился о Еджи, как видно из первого эпизода, Марика могла бы предложить это, чтобы избежать бойни. В конце концов, леди Атибы многие говорят, что она встала на сторону Тайко. Она же умирающая леди Иа-Иа говорила, что Исидор возник из ничего и ничего не значит, поэтому он не тот, кто должен быть рядом. Так что Марика могла бы сыграть ключевую роль, когда они поедут в Асаку. Я обсужу спойлер из романа и сериала 80-х о том, что будет в Асаке. Поэтому, если вы не хотите слышать, перейдите к временной метке на экране. В предыдущих версиях Сюгуна, когда Марика отправляется в Асаку, она встречает свой конец. Слова о релизе заложников, которые леди Иа-Иа сказала леди Ачиби в последние мгновения своей жизни, это то, что Марика пытается совершить в своих. Вот почему поручение Марика отправиться в Асаку так важно, ведь ее смерть может быть решающим элементом в изменении обстановки. Марика, по сути, убита ниндзя, когда она и Блэкторн освобождают заложников. И она жертвует собой, чтобы Блэкторн и заложники могли уйти. Освобождение заложников может стать толчком для генералов и Даймё, которые были вынуждены вступить в альянс с Атибой и Дишида, к переходу на сторону Таранага. «Любопытно, как это развернется». Красивый момент в самом конце этого эпизода заставил меня задуматься. Таранага отказался идти на похороны Нагакада, сославшись на болезнь, я не поверил. Он создает иллюзию слабости, хотя на самом деле это не так. Слухи о его болезни распространялись, видимо, это тоже часть его плана. Таранага поблагодарил Нагакада на церемонии ребенка. Он ценит выигранное время. В силу обстоятельств Таранага находится в состоянии скорби. У него 49 дополнительных дней. Ему нужно было ехать в Осаку, что означало, что у него было больше времени, чтобы осуществить свой план. Лично мне понравилось, что Таранага поблагодарил сына в тот момент. Нагакада смерть не особо вызывала уважение у людей, но от человека, для которого она была важнее всего, заслужила безусловное почтение и показала, что хотя Нагакада был безрассуден и бросался во что-то, не думая по-настоящему, его поступок был масштабнее, чем любой другой. И это означало, что Таранага теперь мог осуществить свой план, имея больше времени. Трогательный момент. Момент, когда Таранага по-настоящему скорбила сыне и о принесенной им жертве. Значение названия «Бездна жизни». Название этого эпизода приковало мое внимание с того момента, как я его увидела. В этой серии была трогательная сцена, в которой я ощутила, что символический характер названия вышел на первый план. Это было в тот момент, когда тело Нагакадо сожгли, и камера переключилась на людей Таранаги, наблюдая, как Нагакадо обратился в пепел, они беспокоились, что следующими могут быть они сами. Падая в бездну. Многие из них не согласны с тем, что Таранага готов сдаться лорду Ишидо. При этом его люди могут погибнуть. Им нужно вместе с ним сдаваться и в конце концов умирать за своего господина, даже если им запрещено сражаться. Они хотят войны с Ишидо, умереть с кровью на мече, как Нагакадо. Поэтому, взглянув на пепел перед собой, они видят свою судьбу, умирая за дело, в которое никто уже не верит, и умирая так, как никто не хотел. Между Марико и Тадой Бунтаро произошла невероятная сцена. Нам показали, что Марико не хочет быть с Бунтаро. Она вынуждена была остаться с ним. Но Бунтаро глубоко любит Марико, несмотря на странный способ показа. Он не позволяет ей совершить цепуку, чтобы освободиться от серой жизни. В одной из серий Бунтаро решил приготовить чай для жены. Она нашла его вкусным, и он после этого сказал, что дает ей разрешение на сцепуку, к которой присоединиться. Они уйдут вместе. Марико, по сути, рассмеялась над просьбой Бунтаро и сказала ей, ей, что она забыта, а не умерла. Она проживет тысячу лет, чем умрет с ним. Это показывало, насколько она не заботилась о нем. И он о ней. Это показывало хрупкость мышления Бунтаро и его отношения к Тарунага. Но и то, что Бунтаро сдался, хотел умереть с женой. Бунтаро сидел в комнате один и плакал. Демонстрирует одиночество в браке, и Марико не заботится о нем. Это была односторонняя связь. Всегда была и будет. Она не хотела уходить из этого мира с мужчиной, которого она презирала. Поэтому не хотела его следования за ней. Несоответствие Джона Блэкторна. Причина, по которой мне нравился этот эпизод, заключается в том, что мы увидели мышление Джона Блэкторна впервые за длительное время. Лорд Тарунага освободил Блэкторна от его нагрузки на Таранаге. Вээда узнал, что его люди неподалеку. Ищутил, насколько отличается от тех, с кем прибыл. Видел свою команду дикарями, как японцы видели его. «Он грязный» — пронзительная фраза. Если вспомнить, когда предложили Блэкторну ванну, он отказался. Потому что не согласился регулярно мыться. Сейчас он был противоположность. Это поставило Блэкторна между молотом и наковальней, чувствовать, что он не принадлежит. Не принадлежал японцам, был чужаком, не погружен в их культуру. Также не принадлежал людям, с которыми прибыл на Землю. Были на Эразмусе. Он во многом оказался какоми, не зная, где ему место и за что сражается. Мне очень нравилось наблюдать за преображением Джона на экране. Он так отличается от того, кого мы впервые увидели приезжающим в Японию. И сцена, где отец Мартин Альвита пытался ему перевести, но неправильно понял слова Джона, и Джон исправил то, что сказал на японском. Показывает, насколько далеко персонаж продвинулся, и насколько он больше соответствует японской культуре и народу, по сравнению с тем, откуда он приехал. В конце эпизода мы увидели, как Леди Атиба подошла к Ишидо и наклонилась перед ним. По сути, подтверждая, что принимает его предложение руки и сердце. Мне показалась очень интересной встреча между ними в начале. Вспоминая, как мы впервые увидели ее с Ишидо в конце пятого эпизода, она смотрела ему прямо в глаза, была почти доминирующей фигурой. С другой стороны, она вообще не смотрела ему в глаза, избегала его взгляда, пока он предлагал укрепить свой союз. Это заставило меня подумать, выбрала ли она в качестве жениха Ишидо из-за того, что сказала Леди Эор о том, что он вышел из ничего и ничего не представляет, заставляя ее думать, что она сможет взять верх. Таким образом, она будет держать власть над обоями. Она уже манипулирует Ишидо как марионеткой, и, по-моему, она будет стремиться контролировать его. Помните, враг Леди Ачибы – страх? И что, если она откажется от брака с Ишидо? Он может обратиться против нее, убить ее и ее сына. Поэтому она, скорее всего, боится, что может случиться, но и ищет выгоды, зная, что будет полный контроль. В своей рецензии на эпизод я подумал, что это действительно хороший эпизод сериала, как и каждый эпизод. Сюгун действительно становится все лучше и лучше с каждой неделей. На мой взгляд, Тарунага украл этот эпизод. Тот факт, что мы увидели человека, который притворялся там, где он был слаб, полон отсутствия надежды и приветствовал смерть, контраст был сильному лидеру, которого мы видели в начале сезона. Тарунага – один из моих любимых персонажей, которых я видел по телевизору за долгое время. В нем есть что-то, что вы просто уважаете. Хотя этот эпизод на самом деле не был наполнен экшеном или батальными сценами, моментом, который действительно выделялся, была смерть Хираматсу. Тем структурированность разговора, эмоции в его глазах, тон в его глазах и в глазах Тарунаги голос, а затем осознать, что это была последняя жертва, чтобы осуществить план Тарунаги. Это было просто невероятно. Тарунаги предстоит большие потери, чтобы, возможно, одержать верх. Он может справиться, но кто будет рядом? Ябусига – самый недоверчивый. Это интересно увидеть. Саундтрек в этом эпизоде был замечательным. И был один прекрасный момент. Сцена, где Марико после Чая с Бунтаро говорила, что лучше проживет тысячу лет, чем умрет вместе с ним. Была низкая нота, усиливающая вес ее слов, а затем отражающая эмоции сцены при звучании инструментов. Блэк Торн, персонаж, первоначально трудновоспринимаемый из-за реплик, сейчас меня полностью убеждает. На самом деле, его игра просто замечательная. Смотреть за его аркой – одно удовольствие. Всегда интересно наблюдать, как он разрывается между двумя культурами и явно больше обращен к японской. Избиение бывшего товарища по команде был символическим моментом, который показывает, что он готов завершить эту главу своей жизни. А улыбка на лице его и Ябусига, замещающих старым экипаж, показывает, что выбор Блэк Торна сделан. Название следующего эпизода, девятого – «Багровое небо». Я думаю, смысл понятен всем. Скорее всего, это будет кульминационный момент плана Торанаги. У Сида и Атиба представление, что Торанага сдастся без проблем. Вот тут-то он и представит свои неожиданные ходы. Мне не терпится узнать, что будет дальше, когда шоу вернется в предпоследнем эпизоде на следующей неделе. Вот и все. Объяснение конца восьмого эпизода Шагуна. Если хочешь видеть больше видео о Шагуне, кликай на карточку в верхнем углу. Я освещаю.